Мы собираемся тут обмерковать закон законодавства о свободе мирных сходов. Какие принципы есть в международной практике, какие есть керующие принципы БСЕ, и что было бы доброко подремонтироваться на русском законодавстве. Так само мы послухаем про остановочие приклады суседних краин, таких как Украина, Польша, Молдова, и будут вельно текавые выступы международных экспертов. Так отремалось, что наш сегодняшний круглый стол отремал великую актуальность. Вы ведаете, что в Беларуси за опущение литерально несколько месяцев, за два месяца, драматично поборшилась ситуация со свободой сходов. Тысячи, сотни людей арештованы, оштрафованы, затриманы за спробы реализации своего права на свободу мирных сходов. И таким образом, эта тема, как надежда, актуальна. Что абсолютно делается для этого? Чтобы люди не могли реализовать своего права конструкционного на эти мирные сходы. И когда говорить про местные власти, то они абсолютно не являются тем субъектом, который может решать, дозволить кому-то или не дозволить. Влада, сделанная в Беларуси таким чином, что чем нижнейшая ступенька, примерно меньше мая диапазона принятия своих решений. И что тысячи цементных сходов безумовно не дозволить, они такое право мают, зверху телефонное право, что заборонить. А вот как дозволить, они самостоянно не могут это принять. Они повинны связываться с высшими инстанциями и как бы узнавать это питание. Есть несколько условий, которые должны быть исполнены, потому что можно запрещать либо приостанавливать. Вообще мирные собрания не могут быть запрещены, не могут быть приостановлены. А когда некоторые собрания предполагают какую-то форму, когда их можно запрещать либо же приостанавливать, это очень, скажем так, их сродинарные условия. Это когда есть очень условия, когда все собрание и все это демонстрация имеет характер, оно уже нерегулируемое, невозможно его контролировать. Действительно важным является то, на кого распространяется право на проведение собрания. И здесь в проекте закона действительно зафиксированы физические лица и общественное объединение, включая политические партии и профессиональный союз. На мой взгляд, такой подход тоже не очень верен, потому что действительно право должно распространяться на все физические и на все юридические лица, не только на общественное объединение, потому что любое юридическое лицо может выражать свое право, выражать свое мнение, в том числе используя свободу собрания. Есть те универсальные принципы, которые свидетельствуют о том, нарушает ли страна свободу собрания, либо не нарушает. Можно легко открыть белорусский закон о массовых мероприятиях и сказать, что все эти принципы не соблюдать, на этом поставить точку. В то же время, если копаться глубже, мы можем увидеть, что проблема имеет гораздо более широкий спектр. Не только универсальные принципы, но и что сам закон, он еще более плох, чем вот эти вот универсальные принципы. Собрания, которые не перекрывают движение до 50 человек, не требуют даже уведомлений. И это на самом деле взрыв системы, потому что если уже люди собрались, их без каких-то нарушений правопорядка просто так запаковать нельзя. Нужна четкая норма, что власть не может устанавливать только разрешенные места для проведения собраний. То есть это, конечно, нонсенс, потому что нельзя только на Бангалори, на стадионе проводить мероприятия. То есть это очевидно. То есть вот эти вот две нормы, они на сегодняшний день, по мне, это фундамент вот этой всей системы такой, контролирующей системы. По нашему мнению, это был позитивный фактор, который кардинально изменил подход к свободе собраний в Украине, именно уведомительный порядок, запрет судами, поскольку, когда перед собранием оно может быть заключено исключительно судом, а не местным органам или органам исполнительной власти, или местного самоуправления, это гораздо повышает стандарты защиты свободы собраний. Другой правоохранительных органов в Польше последние 20 лет очень сильно сужалось к тому, что правоохранительные органы – это инструмент, а то есть те, кто должен обеспечивать защиту собраний, охрану скорее даже, защиту – это не самое лучшее слово, а охрану тогда, когда это необходимо, и обеспечивать возможность для того, чтобы собрания с, например, конфликтными интересами проходили в достаточно спокойной обстановке. Свобода собраний – это не только оставление права на протест, это вообще самовыражение. Хочу подчеркнуть, что есть желание государства изучать международный опыт, посвященный свободе собраний. Это шаг, конечно, позитивный, но одно из мероприятий, в принципе, мы сейчас здесь проводим, изучаем этот опыт, мы можем как-то поделиться с правительством нашими наработками, мнением экспертов, ну и, в принципе, это, скажем так, такая форма, которая может быть полезна и для властей. Наркование проекта нового закона, который наркуется подрыхтовать, то есть, в деле, международных экспертов, белорусских экспертов, землянца вельми важной проблемой для белорусской грамотности.